В этом году в Тамбове и Тамбовской области забили тревогу многие жители, когда получили квитанцию об оплате налога на имущество. Так, за квартиру в 40 квадратных метров пришел налог стоимостью в 26 тысяч рублей. За частные дома налоги и вовсе приходят заоблачные. Какая на сегодняшний день обстановка с налогами на имущество, выясняла Виктория Шишкина. К налогу на имущество физических лиц был применен завышенный коэффициент дефлятор. Соответственно, это возмутило потенциальных налогоплательщиков. От жителей Тамбовой области было обращение на сайт губернатора Александра Валерьевича Никитина. В связи с этим провели совещание, на котором была достигнута определенная договоренность с областной налоговой инспекцией. О том, что представительные органы проведут дополнительные совещания и скоординируют ставку на налоговое имущество физических лиц на 2015 год. Мы сегодня провели в 9 часов внеочередную сессию городского совета, где рассмотрели данный вопрос. И из 24 депутатов прибыл у нас 17 депутатов на данное заседание. И единогласно приняли вот такое решение, уже скоординированное, по изменению ставок налога на имущество физических лиц на 2015 год. И у нас вот родилось такое решение. Значит, решение от 21 октября 2016 года за номером 154. Унесение изменений в решение рассказов городского совета народных депутатов от 20-го, 11-го, 2014-го года за номером 748. Об установлении на территории города, рассказываю, налога на имущество физических лиц. Процент ставки не меняется на жилое имущество стоимостью до 500 тысяч рублей. Скорректированная ставка на имущественный налог физических лиц снижена. Причем для некоторых категорий граждан может быть значительным. Именно в 4-5 раз. У нас не меняется процент ставки до 300 тысяч рублей включительно. У нас так и остается 0,1%. Свыше 300 тысяч до 500 тысяч также у нас остается 0,3%. Но уже вот если ранее было свыше 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, у нас уже был 0,4%. Здесь у нас мы координируем это дело свыше 500 тысяч до 5,5 миллионов рублей 0,31%. И свыше 5,5 миллионов рублей 1,5%. Те лица, те налогоплательщики, которые получили уведомление сейчас, они могут не платить. Они могут не платить, ждать следующего уведомления. Мы сегодня это решение направляем в областную думу, в прокуратуру и в налоговую инспекцию. И налоговая инспекция на основании нашего решения, она уже делает перерасчет и присылает новые уведомления об уплате нового налога. Таким образом налоговые органы сделают перерасчет суммы налога. И жители получат извещение на уплату налога по новым ставкам со сроком оплаты в середине декабря 2016 года. Если вы уже оплатили налог, то по письменному заявлению вам сделают возврат, либо перерасчет на следующий год. Виктория Шишкина, Вячеслав Михайлов, Новости ТВ, Рассказыва.